Всем привет! Сегодня будет короткое, но очень полезное видео, которое навсегда позволит вам перестать путать слова deshalb и weil в плане перевода, а также в плане порядка слов, который будет после них. Поехали! Итак, у нас есть довольно-таки простое упражнение, и давайте начнем с самого легкого, потом немножко усложним. Читаем здесь, где курсив. Я усталый, потому что я сегодня ночью плохо спал. После weil глагол со второго места уходит в конец. То есть самое простое предложение, я сегодня ночью плохо спал, звучало бы так. Запоминайте, мы просто берем habe, вводим его в конец, и больше ничего не меняем в этом предложении. Что мы делаем далее? Чтобы привыкнуть к порядку слов, имея точное, правильное и понимаемое нами предложение, мы ведем его по всей таблице личных местоимений. То есть я меняем на ты, на он и так далее. Ты устал, потому что ты сегодня ночью плохо спал. И, соответственно, du hast изменилось. Больше, в принципе, ничего не меняется. Du bist, du hast. Поэтому я всегда говорю, что то, как меняются глаголы, как меняются окончания у глаголов, в зависимости от лица, я, ты, это самое важное, самое первое, что вы должны выучить, чтобы говорить грамотно на иностранном языке. Если сложно, то можно сначала смотреть на нашу заготовку, то есть на первое предложение, и менять только вот эти две детальки. Если ваш уровень уже чуть-чуть повыше, то можно говорить это все полностью по памяти, не глядя на экран. То есть давайте скажем Она будет точно так же И вот делая регулярно это упражнение, которое я сейчас показал, но с разными предложениями, вы навсегда запомните, как ведет себя порядок слов, и, соответственно, как меняются окончания глагола. Проблема большинства, кто учат языки иностранные, в том, что вы учите правила. После вальт глагол уходит в конец. Или для ду у нас окончание ст, а для р у нас окончание глагола т. А надо говорить большое количество правильных предложений. Не правила учить, а проговаривать правильные предложения, которые основаны, разумеется, на каких-то правилах. Вот это ключевая мысль, пожалуйста, запомните ее и используйте в своем изучении. Разбираем следующий пример. Илька простужена, поэтому она останется сегодня дома. Как вы видите, после десхальт глагол идет сразу. То есть десхальт на первом месте, а на втором месте у нас идет глагол. И опять же, вы должны учить не правила, а то, как это выглядит в предложении. Что мы можем сделать? Заменить Илька на любое местоимение. Лучше всего начинать с ИХ, Я. И также проговорить. То есть, Я простужен, поэтому я останусь сегодня дома. И здесь мы делаем эмоциональный акцент на том правиле, что куда идет глагол. Во время тренировки мы все делаем медленно и акцентированно. Дальше. Ты простужен, поэтому ты останешься сегодня дома. Попробуйте сказать, а я потом скажу верный вариант. Du bist erkältet, deshalb bleibst du heute zu Hause. Er ist erkältet, deshalb bleibt er heute zu Hause. Мы. Wir sind erkältet, deshalb bleiben wir heute zu Hause. С помощью каждого правильного повторения вы на подсознании запоминаете, куда ставить глагол. А опять же, не пользуйтесь каждый раз правилом. Не вспоминайте, как здесь, куда ставить глагол. Невозможно, говоря на каком-то языке, запомнить все правила. То есть невозможно в голове держать тысячу правил одновременно. Но возможно, каждое отдельное правило с помощью тысячи повторений довести до полного автоматизма. Это вот ключевая методика. А сейчас перейдем к конкретике. То есть сегодняшняя тема, вот эти два союза. И проблема в том, что многие эти союзы между собой путают. Думают, что это одно и то же. А это наоборот противоположное. While это потому что, а deshalb это поэтому. И в принципе, любую мысль мы можем выразить и через один союз, и через второй. Но звучать это будет совершенно по-другому. То есть если мы возьмем первое предложение. Я устал, потому что я сегодня ночью плохо спал. While потому что. поставим это наоборот и будет звучать так. Я сегодня ночью плохо спал, поэтому я устал. Ich habe heute Nacht schlecht geschlafen, deshalb bin ich müde. И также ведем по таблице. Как сказать, ты сегодня ночью плохо спал, поэтому ты устал. И опять же, я рекомендую каждое отдельное предложение с каждым союзом проводить по всей таблице. Второе предложение давайте тоже немножко перефразируем. Получается, что Илька останется сегодня дома, потому что она простужена. После weil глагол ушел в конец. Кстати, небольшая подсказка для тех, кто уже более-менее живет в Германии и общается на немецком языке. Сами немцы в разговорной речи этим правилом часто пренебрегают. То есть в разговорной речи можно вполне сказать Но по правилам на экзамене в письменной речи обязательно Окей. Поехали дальше. У нас есть, получается, следствие и предпосылка. И на каждую букву, на каждый пример мы должны сделать два предложения через Потому что и через Поэтому Если вы хотите получить максимальную пользу от урока, я рекомендую вам ставить на паузу, составлять предложения, а потом уже смотреть правильные варианты. Давайте. Итак. У меня боли в желудке. Завтра иду я к врачу. У меня боли в желудке, поэтому я завтра иду к врачу. И в идеале по всей таблице сейчас на это время тратить не будем в принципе тот же самый порядок слов в каждом следующем предложении и только меняются лица и глаголы окончания глаголов в соответствии с этим. Наоборот. Завтра я иду к врачу, потому что у меня боли в желудке. Маген гейхт зум арцт, валих магеншмерзен хабе. Согласитесь, ведь в отдельности каждый момент не так уж и сложен. Но когда вы это все вместе начинаете говорить, еще и без текста написанного, вам наверняка намного-намного сложнее. Так чем больше вы будете тренироваться, тем легче это будет говорить вот просто из головы, как в родном языке. И наоборот. Да, мы должны сказать Ну и давайте допустим последнее, они. И не стесняйтесь артикулировать. Это очень важно во время тренировки. Следующий пример. Дословный перевод. Я должен сделать диету. Я вешаю 6 килограмм слишком много. Литературный перевод. Я должен соблюдать диету, потому что у меня 6 лишних килограмм. Но литературный перевод он нужен для понимания, для... Да вообще перевод не нужен. Если вы хотите заговорить, вы должны воспринимать информацию напрямую. Вначале это сложно, но чем дальше вы двигаетесь в изучении языка, тем легче это становится. Окей, ваши варианты. 5 секунд и говорю правильные. Я должен соблюдать диету, потому что у меня 6 лишних килограмм. Наоборот. Я вешаю 6 килограмм слишком много, и поэтому У меня 6 лишних килограмм, и поэтому я должен соблюдать диету. Кристоф едет в больницу, он хочет посетить Бетину. Два варианта, 5 секунд. Кристоф едет в больницу, потому что он хочет посетить Бетину. И наоборот. Лучше тогда имя всегда в первой части предложения говорить, то есть переносим имя сюда. Кристоф Кристоф хочет Бетину посетить, поэтому он едет в больницу. У Алины травма на колене, она может плохо бегать или ходить. Этот глагол часто имеется в значении, используется в значении ходить, хотя дословный перевод будет именно бегать. Вот в принципе и все на сегодня. Напишите обязательно в комментариях, нравится ли вам такие краткие, но я думаю объемные и очень понятные уроки и мы будем делать их чаще. Кроме того, многие также путают иногда while and then вернее не путают, потому что while and then это действительно одно и то же. While потому что а then так как. Но там будет другой порядок слов, то есть меняется порядок слов. И как идет порядок слов после then у меня разобрано в отдельном уроке, где я как раз разбираю вот эту пару между собой. А сегодня мы занимались этой парой. И если вам этот урок интересен по while and then спрашивайте в комментариях и я кину на него ссылку. На сегодня это все. Обязательно поставьте лайк, если урок был вам полезен и увидимся скоро. Пока.